Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно 8 минут. Засекайте. Пожар в Бирче. Сгорел дом и несколько хозпостроек. Спасатели предполагают, что недвижимость подожгли. Ребенок под колесами. Девушка сбила мальчика на велосипеде. Что с пострадавшим? Страшная находка. У деревни Спорной обнаружили машину с четырьмя трупами. Подробности с места ЧП. И смерть в отпуске. Белорус погиб на отдыхе в Италии. В чем причина? В деревне Бирче сгорел дом. Местную жительницу разбудил среди ночи громкий треск. Женщина посмотрела в окно и ужаснулась. Полыхает соседский дом. Очевидец спешно позвонила пожарным. Когда приехали спасатели, огонь перекинулся на сарай. Стихия уничтожила крышу дома. Каменные стены не поддались. Несколько хозпостроек канули в лету. Во время ЧП владельцы недвижимости были в Бобруйске. Строение в районе использовали как дачу. Бойцы МЧС рассматривают версию поджога. Просто дичь! В Бобруйском районе задержали браконьера. Инспекторы охраны животного и растительного мира остановили авто возле деревни Соломенко. По словам специалистов, во время осмотра машины мужчина попытался скрыться. Беглеца поймали и заковали в наручники. В багажнике данного автомобиля было обнаружено охотничье ружье. Зарегистрировано, так как данный гражданин является охотником законным. И на переднем сидении данного автомобиля, пассажирском, находился рюкзак с мясом косуль, уже разделанный. Сумма вреда превышает 100 базовых величин. И в действии данного гражданина усматривается состав уголовного наказуемого деяния, предусмотренной частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 20 килограмм незаконной добычи оценили в 3240 рублей. В качестве трофея охотник забрал и рога животного. Косуле было порядка трех лет. Нарушителя посадили в следственный изолятор. В Осиповичах бобруйчанка сбила ребенка. Девушка ехала по Октябрьской. Судя по всему, отвлеклась и задела 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, его отвезли в больницу. Дорожные инспекторы напоминают родителям. За детьми нужен глаз да глаз, тем более во время каникул. До 14 лет и вовсе запрещено кататься на проезжей части без сопровождения взрослых. Не разъехались. На перекрестке в районе второй стоматологической поликлиники столкнулись две легковушки. Кия и Ауди двигались по Орджиникидзе. Вторая иномарка поворачивала на Ульяновскую, первая ехала прямо. Со слов участников ДТП водителю Кия при маневре показалось, что у встречной машины работает правый поворотник. Произошло столкновение. Больше повреждений получила Ауди. Пострадали сразу два крыла, капот, бампер, решетка, фары. У Кия смято правое переднее крыло, стойка тоже разбиты фары. Люди серьезно не пострадали. Обоим автомобилям причинены механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. На место происшествия вызвали эвакуатор. Водители, как сообщается, разъехались лишь спустя два с половиной часа. Опасный рейс. Шофер маршрутки в Бобруске пытался избежать столкновения и экстренно затормозил. 70-летняя пассажирка упала и получила травмы. Причиной случившегося, по словам экспертов, стала неправильно рассчитанная дистанция. У деревни Спорная нашли перевернутый автомобиль и четыре бездыханных тела. Мария Бушкевич выехала на место происшествия. Днем сотрудники агроусадьбы в Бобруском районе нашли в водоеме перевернутый автомобиль и позвонили в экстренные службы. Затонувшее авто нашли именно в этом месте. Машину вытащили из воды, на берегу остались следы протектора и осколки стекла. Внутри хэтчбека оказались четыре тела без признаков жизни. По данным следствия, накануне компания рыбачила неподалеку. Рядом лесополоса, беседки, мангалы для шашлыков. Затем парни поехали домой. Во время движения вдоль берега водитель не справился с управлением. Отдых на природе закончился трагедией. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса. Для установления причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Эксперты установили, найденные в салоне автомобиля мужчины, жители Бобруйска. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. На Попово загорелась баня. Хозяева выбежали на участок и позвонили 112. Когда спасатели приехали на место ЧП, чердак заволокло дымом, белая пелена просачивалась сквозь крышу. Бойцы МЧС развернули рукава и прибили пламя водой. Огонь превратил деревянные перекрытия постройки в угли. Уничтожена обшивка стен и потолка. В результате пожара никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается. Спасатели напоминают, пользоваться печками с трещинами или иными дефектами запрещено. Чтобы не перекалить, также не стоит топить ее свыше двух часов подряд. Аренда с продолжением. Бобруйчанин провернул криминальную схему с индивидуальным предпринимателем из Могилева. Мужчина взял в прокате игровую приставку, очки виртуальной реальности, автомат с контролером движения, внешний жесткий диск. Когда срок аренды истек, владелец связался с клиентом в надежде выяснить причины задержки. Незнакомец, как позже выяснилось, бесследно исчез. Владелец гаджетов написал заявление в милицию, оперативники вскоре вычислили злоумышленника. Подозреваемый сбыл технику сразу, деньги растратил. Правоохранители оценили ущерб в 2000 рублей. Возбуждено уголовное дело, стражи порядка отметили. Ранее фигуранта уже судили за кражи, грабежи и разбой. Менчанин выбросил из окна собаку и ребенка, а затем выпрыгнул сам. По версии следствия, мужчина сидел дома с полугодовалой дочерью. В какой-то момент стал собирать вещи бывшей сожительницы, сложил их в ванной и поджег. После этого схватил девочку и питомца, потащил их на балкон и сбросил с 24 этажа. Сиганул следом. На месте ЧП работали правоохранители и спасатели. Во всем этом разбираются сейчас следователи в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Иная информация сейчас преждевременная и дополнительно будем сообщать общественности о том, что уже установлено будет следователем. Беларусь погиб на отдыхе в Италии. Трагедия произошла в Каму-Невадо-Лигуре. Спасатели получили срочное сообщение о том, что мужчине в воде стало плохо. Его оперативно доставили на берег, но уже было поздно. Спасти пострадавшего не удалось. Инцидентом занимается посольство нашей страны. Это была Сирена. Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях. Я Владислав Боев. Увидимся через неделю. Продолжение следует...